Всем привет, друзья! Мы сегодня находимся на третьем этаже торгового центра Galaxy, где располагается один из залов Galaxy Fitness. И на самом деле мы сегодня пришли не для того, чтобы заниматься тренажерами, а узнать очень интересную вещь. Многие, наверное, обращали внимание, что вот здесь, вот когда вы приходите в зал, такая вот шторочка висит, и там явно что-то происходит. И получилось так, что нам дали эксклюзивную возможность еще до открытия рассказать вам о том, что ожидает сыровчан и их маленьких сыровчаток непосредственно в следующем году. Пойдемте! Важно понимать, что строительные работы еще там продолжаются, кое-что заканчивает, предприниматели очень переживают, что люди там себе что-то придумают. Нет, на самом деле торопятся сделать все к Новому году, но я думаю, что это все обязательно уберут. Сразу начнем с большого обзора, то есть, наверное, уже сыровчане там рассуждали, а что это такое. Предполагалось, что это будет батутный центр, да, то есть вот отсюда мы можем с балкончика наблюдать вот на такой замечательный батутный центр. Отдельно отмечу, Ева сейчас покажет, это высокие потолки, потому что те, кто у нас бывал в городе, обратили внимание на то, что все это размещается в очень неприспособленных, неподготовленных помещениях. Здесь потолки высокие. Важный момент, тоже на что хотел бы обратить внимание, это вентиляция. То есть, вы себе представляете, да, когда сотни детей активно дышат, они, естественно, весь воздух потратят. Для того, чтобы этого не происходило, оборудована вентиляция. Кроме того, тоже маленький такой нюанс. Вот обратите внимание, все противопожарные штучки выполнены прямо по высшему разряду, как полагается по нормативам. Получается вот такой интересный красивый зал, оформлен граффитистами, то есть это не стандартная живопись, это прямо реально рисовали. Ну и, соответственно, внизу у нас располагаются батуты, за которыми родители вот с этого балкончика совершенно спокойно могут наблюдать. Давайте спустимся туда, посмотрим, как там все происходит, попрыгаем на батутах. Вот с одной стороны как-то хлипко выглядит, да, такая прозрачная, а на самом деле нет, очень крутой, хороший батут. Вот. Раз. Как нам сообщили, вот здесь есть два батута, они беленького цвета, с красными крестиками. Это прямо профессиональные батуты. Если ты среди соровчан, есть граждане, которые умеют всякие там фляги крутить, сальто, то прямо вот сюда приходите. То есть, в принципе, все нормально держится, прыгает. К вопросу тоже о безопасности, мы уже об этом поговорили. Вот можешь крупненько сделать? Обратите внимание, что пружинки, которые крепят батут в специальной платформе, они скрыты еще дополнительным листком вот этого вот полиуретана. То есть, таким образом, никаких там царапин, ничего не будет происходить. Дальше имеется вот небольшой для детей скалодромчик. Ой, не ожидал, если честно, провалился. Тут специально обученные мягкие кубики, чтобы не надо было городить историю с этим, со страховкой. А специально обученные дети, соответственно, будут лезть наверх. И оттуда комфортно падать. Болото какое-то, честно, словно. И не вылезу сейчас. Кресла-мешки, в которых можно посидеть. Потому что обычно в батутных центрах надо просто прямо за территорию выйти, и там с родителями сидеть, докучать им. А тут дети могут, как бы, периоды активности перемежать еще и на посидеть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, семь, двенадцать, тринадцать штук. Много. Пойдем переместимся уже в следующий зал. Потому что здесь не только батуты. Давай, прям впечатли масштабами этого всего. То есть, здесь вот такой заход комфортный, оборудованный. В принципе, здесь можно будет организовывать всякую там сцену с аниматорами, все такое прочее. Важно сказать о том, что команда аниматоров, которая будет работать здесь, готовит Юля Французова, которая в Сарове является уже брендом. Всю эту команду аниматоров можно будет заказать и на свой праздник. А по выходным аниматоры будут здесь работать для всех. На самом деле, удивительное ощущение, когда идешь вот по этим шарикам. Прям рекомендую не только детям, но еще и взрослым. Знакомые детям вот эти все истории, мне кажется, кармник готовит. Вот такие вот эти висят мешки, через которые надо пробегать. Здесь получается раз, два, три, практически четырехуровневое пространство. Я в городе такого не видел. Вот еще раз возвращаемся к тому, что здесь высокие потолки, соответственно, организовать можно все, что угодно. Отдельная зона для малышей, для совсем маленьких. То есть, ребята постарше бегают в этой истории, а здесь кто помельче. Здорово-то придумал. Да, ну а что, а что, давай. Вот тяжелая работа журналиста. Это, как это назвать, минорете. Вот. И дети смогут туда вниз просачиваться. Все аккуратненько, везде сеточка, везде, как это, антивандальное мягкое покрытие. Головы будут чувствовать себя нормально. Да, друзья, здесь есть специальные пневматические пушки. То есть, теперь можно войну устроить и стрелять друг по другу. Их здесь четыре штуки. Соответственно, можно пар на пар дубасить. Еще раз. Попал. Звук страшнее, чем сам выстрел. А вы что думали, работа журналиста, она такая, под обстрелом. Вот это место, кстати, для детей-интровертов. То есть, можно вот так вот прокраситься. Здесь есть вот такая уютная кабинка, которая позволяет сидеть, наблюдать за всем, что происходит. Мальчик Мартин, 47 годиков. Прозрачная труба, как в этих самых старых советских фильмах фантастических. Там обязательно космические станции вот такие были. Сразу запахло. Десятиметровая горка, друзья. Десятиметровая. Немножко не хватило инерции. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Тут тоже часа на три меня оставь. Приводишь ребенка в батутный центр и сидишь такой, да, где-нибудь на скамеечке в коридоре, да, в телефоне залипаешь. Нет, здесь оборудован хороший большой балкончик, как лаунж-зона. Здесь можно сидеть, наблюдать за батутным центром. И это не все. Соответственно, здесь гигантский фудкорт. То есть, это уже заточено под родителями. Родители могут совершенно спокойно сидеть, вкушать еду и смотреть, как их чадо там скачут. Вон там у тебя за спиной находится экран, на котором будут выведены уже камеры наблюдения. Потому что есть же как бы мертвые зоны, скрытые. Соответственно, чтобы полностью контролировать детей, можно будет смотреть их на камерах. Здесь специальное помещение для проведения детских банкетов. То есть, здесь у нас можно праздник, день рождения, не знаю, хоть классный час провести. То есть, в целом, вот, удобно и комфортно. И плюс, опять же, доступ непосредственно к батутному центру и к Шариковой этой истории. Вот, кто журналистом работает и кто, тем более, рекламные ролики снимает, знает, как тщательно люди относятся к визуальной картинке. Сюда только что донесли два стола, чтобы показать объем помещения. Стули понаставили. На самом деле, видно, что люди с любовью к этому вопросу подошли. Делают не просто там на отшибись, а действительно хотят большое, красивое сделать пространство для родителей и их детей. То есть, здесь вот большая комната для проведения уже, опять же, детских корпоративов. Здесь, я думаю, целый класс, а то и полтора влезет со всеми родителями. Сейчас нужно перейти к еде, да, потому что люди чего ждут обычно в подобных центрах? Что, ну, там, для детей какая-нибудь картошка фри, гамбургер. Ну, и родителям, да, будет что-нибудь тоже пожевать. Привезен специальный обычный повар с большим опытом из Нижнего Новгорода. Уже собрана команда, и поэтому здесь будет действительно ресторанное меню. Перешли мы к кухне, да, и еще раз хочется сделать акцент, что это не просто там пришли родители, посидели, что-то такое, какую-то сухомятку заточили. Это действительно ресторанное меню для того, чтобы родители полноценно могли здесь отдохнуть. То есть, не зря называется Family Park, да, потому что отдыхают и дети, и взрослые. В меню этого ресторана, ну, можно называть ресторан, четыре вида ризотто. То есть, вообще, ризотто это некий такой маркер, с помощью которого качество ресторанов обычно и определяют. Поэтому, если есть специалисты, да, кто разбирается в этом вопросе, обязательно сходите, попробуйте. Мы сегодня тоже обязательно это дело попробуем. Они так на скорую руку, как нам сказали, быстренько приготовили, что уж, из чего уж нашлось, да. Соответственно, есть салат, есть вот такое вот ризотто. Оно приготовлено со всеми там положенными ингредиентами, со всеми положенными технологиями, там, с выпаренным вином, вот с этим совсем. Давайте попробуем. Первый раз буду сейчас ризотто пробовать. С морепродуктами. Если своих детей нет, обязательно у кого-нибудь арендуйте, придите сюда, ребенка закиньте, а сами вот по ресторанной еде. И некий салат для меня, это сюрприз, еще салат, как я люблю, с легкой остринкой такой, какой-то интересной подсюкозья. Даже не могу определить, что там за ингредиент использован. Как нам сказали, в новом году уже там буквально с первых чисел Family Park откроется. Соответственно, уже сейчас бронируйте билеты, набегайте и с детьми здесь развлекайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok